Слушайте доктора. Взяли с Ульяной Михайловной. Честно говоря, мне кажется, сейчас все женщины должны просто прильнуть к радиоприёмникам, потому что мы будем говорить о гормонотерапии. И тему обозначаю я сегодня следующим образом. Гормонотерапия – это эликсир молодости? Вопрос. Почему так говорю? Потому что, когда как не зайдёшь в интернет или как не послушаешь какую-нибудь программу про голливудских звёзд, которая в 50 выглядит на 35, так везде звучит гормонотерапия, да, вот этот термин. Везде говорят о том, что звёзды наряду с различными косметическими процедурами, массажами, пляжами и прочее принимают гормоны, которые помогают им так хорошо и молодо выглядеть. Это такая популярная версия, на которую каждый может наткнуться. А что думают, и что знают, и что рекомендуют по этому поводу специалисты, врачи? Здравствуйте, Светлана, ещё раз. Тема очень интересная, и, в принципе, я работаю в этом направлении уже более 20 лет и назначаю гормонозаместительную терапию. Наблюдала, как меняются подходы гормонозаместительной терапии. Сейчас это называется менопаузальная заместительная терапия, просто потому что гормонозаместительная терапия может касаться и других эндокринных органов, а мы говорим именно о менопаузальной. Вообще слово «менопауза» как-то вот так некрасиво звучит. Мне бы хотелось сказать, что это прекрасный возраст женщины, когда дети уже выросли, когда она уже профессионал в своём деле, когда всё уже устаканилось в этой жизни, устоялось, всё уже оформилось. И, в принципе, она может посвящать время себе, своему росту. А это потому, что, Лена Михайловна, у нас менопауза всегда равнялась старости. То есть вот этот знак «равно» он до сих пор ещё, мне кажется, в головах очень многих женщин и чего греха таить и мужчин, сохраняется. А всё уже совсем не так совершенно. Правда же? Конечно. И благодаря тому, что оформлены новые подходы, пытались как-то вести стандарты, Всемирная организация здравоохранения в том числе, нам стало легче работать и определить вообще, что это такое. Давайте называть вещи своими именами. Менопауза – это стойкое прекращение менструации. Менопауза – это стойкое прекращение менструации, которое длится с момента последней менструации в течение 12 месяцев. И постменопауза – это когда женщина уже не ожидает менструации и прошло более года с последней менструацией. Но с этими словами всё равно связаны какие-то тяжёлые ассоциации у женщин. Это и сложные состояния, там, жар, приливы и прочее. И что самое страшное для женщины – это ощущение слабости, старения, дряхления и того, что жизнь проходит. На самом деле, с какими симптомами чаще всего сталкиваются женщины, с какими жалобами они приходят. И дело даже не только в нарушении самого цикла. Иногда бывает, он не нарушается. Но у них нет сил проснуться утром. У них нет желания того искрящегося желания жизни в глазах. Им становится трудно делать то, что для них привычно. Нарушается память. Появляются какие-то странные симптомы жара. Кто-то называет это приливы жара, кто-то называет потливость. У всех по-разному. Нарушается сон. И качество жизни её значительно ухудшается. Это первые ранние симптомы. Слабость, астенизация, головные боли, урогенитальные и сексуальные расстройства могут уже появиться. Поздние нарушения, они более серьёзные. Это изменение фигуры, отложение жира на передней брюшной стенке, так называемое абдоминальное ожирение. Начинает формироваться инсулин-резистентность, склонность к сахарному диабету второго типа. Повышается давление или наступают периоды то повышения, то снижения давления, скачки давления, лоббильность артериального давления. Вот Вы сказали внешние изменения, которые сопровождают этот период. Что происходит там с мышечной массой, с кожей? Наблюдается вот как раз такое слово и сакропения. Это астения, это уменьшение объёма мышц. То есть женщина может не похудеть в таком плане, а в общем-то одрябнуть, как Вы правильно и сказали, и ухудшает состояние кожи. В принципе, когда они приходят к врачу, с кожей они, как правило, либо смирились, либо борются активно с помощью косметологов и средств различных. А то, что качество их жизни серьёзно нарушилось, вот они приходят с такими жалобами. И именно гормонозаместительная терапия, именно паузальная гормональная терапия помогает им решить эти проблемы. Хотелось бы, конечно, сказать о очень серьёзных поздних симптомах. Это остеопороз, остеопения, кости и суставы в том числе. Меняется состояние хрящей в суставах. А самые страшные переломы – это перелом шейки бедра и так называемые возрастные переломы, и переломы, компрессионные переломы позвонков, когда уже изменить ничего нельзя. Самая большая скорость потери костной массы наблюдается в первые 3-5 лет наступления менопаузы. Скорость огромная. А также такие же симптомы наблюдаются после удаления яичников у женщины по каким-либо причинам. И без специальной поддержки женщина очень быстро стареет, рушится весь её организм. Поэтому как раз при назначении гормонозаместительной терапии женщины приходят на следующий приём, глаза у них горят, жить хочется, и ты видишь результат своего труда. То есть довольно быстро при правильном назначении препаратов, которые приемлемы для этой женщины, мы видим результат. Некоторые говорят, что в течение уже на второй таблетке, но многие отмечают, что за первые 2 недели им захотелось жить. Им захотелось всё делать так же, как раньше. И они радуют своих близких и своего мужчину своим жизненным. То есть что происходит одновременно с менопаузой? Мы говорим о том, что снижается очень серьёзно уровень половых гормонов в организме. Прежде всего эстрогенов. И вообще угасание функций яичников происходит медленно, постепенно. Не происходит такого, что вчера всё было хорошо, сегодня случилась менопауза. И в этот период первые-первыхые симптомы появляются, в том числе и нарушение менструального цикла. И гормонозаместительная терапия помогает и отрегулировать цикл. Кстати, обладает в этом случае онкопротективным эффектом. Регулярные менструации регулируемые циклической гормонозаместительной терапии способствуют профилактике онкологических заболеваний. Особенно матки, эндометрия – это очень важно. Гиперпластических процессов. Как назначается эта терапия? Вот приходит женщина, которая находится на любой из стадий, которые вы перечислили. Там предменопаузуальный период или во время менопаузы или пост. Лучше всего когда обращаться всё-таки? Давайте с этого начнём. Ну вообще лучше обращаться вовремя. А вовремя – это ещё в период, в предменструальный период. В период 40-45 лет. Менопаузуальный. Менопаузальный. Менопаузальный. Менопауза, да. Да, называется он по-новому сейчас период менопаузального перехода. Так, хорошо. Окей. 40 лет. Вообще в 40 лет женщина много чего должна сделать, но и прийти к гинекологу-эндокринологу. В 40 лет у нас многие девушки ещё рожают во всём. Сейчас, да. Да. Поэтому, в принципе, она должна знать, что такое менопаузальные симптомы. И в какой-то момент со своим лечащим гинекологом, скорее всего, прийти к какому-то решению, что нужен гинеколог-эндокринолог. У кого-то это происходит 40 лет, у кого-то происходит 45, у кого-то позже, у кого-то в состоянии после операции и так далее. А что делает гинеколог-эндокринолог? Он, во-первых, смотрит, есть ли противопоказания, какие особенности есть. Индивидуально выбирает терапию и наблюдает. А в дальнейшем, если терапия подобрана адекватно, пациентка может просто наблюдаться у своего гинеколога, уже подобран препарат и знает, что ей нужно делать. Как подбирается препарат? Какие анализы для этого должна сдать женщина? Какую картинку должен составить для себя эндокринолог? На что он ориентируется? Когда есть сомнения, действительно ли это климактерический синдром, иногда мы дифференцируем заболевания щитовидной железы, заболеваниями гипофиза. Если диагноз уже установлен, что это действительно менопаузальное состояние женщины, или предменопаузальное, то, в принципе, гормональное обследование особо не нужно. Прежде всего, нужно исключать злокачественные заболевания, которые являются прямым противопоказанием. Вообще, для гормонозаместительной терапии есть противопоказания, прежде чем ее назначать. Мы должны исключить рак гениталий, рак шейки матки, рак матки, рак яичников, ну и все гормонально зависимое. Дальше. Выявить, какие заболевания у пациентки есть, накопились за свою жизнь. И в связи с этим выбирать методы введения дозы препаратов. Какие существуют варианты препаратов? Значит, менопаузальная гормональная терапия может быть монофазной, только использовать, используются только эстрогены. Называется монотерапия. В каких случаях она используется? Она используется, когда у женщины нет матки. То есть это как раз вот либо врожденные какие-то, да, патологии, либо после операции? Чаще всего это просто она удалена в силу каких-то заболеваний. Но опять-таки есть определенные тонкости. Если матка удалена по поводу эндометриоза, все-таки рекомендуется использовать не монотерапию эстрогенами, а комбинированную с аналогом прогестерона. Он защищает от рецидива эндометриоза, скажем, брюшины и других локализаций, негенитальных локализаций. Так называемый наружный эндометриоз. Если, потому что эта ткань эндометриоидная, она чувствительна к эстрогенам. Если удалена по поводу миомы матки, либо каких-то кровотечений, каких-то других причин, то, в принципе, можно использовать монотерапию эстрогенами. Есть комбинированная терапия в циклическом режиме. Что такое в циклическом? То есть мы создаем цикл. Женщины имеют менструацию. Когда мы ее используем? В период, когда менструации стали нарушаться. То есть есть разные формы препаратов. Можно скомбинировать двумя препаратами. Но, по сути дела, мы получаем идеальный цикл. И матка вовремя опорожняется. И патологию эндометрии самой матки мы не ожидаем. Также можно использовать монофазную комбинированную терапию в непрерывном режиме. Когда она назначается? Комбинированная. То есть она содержит и эстрогены, и гистогенный компонент. Она защищает матку. Она назначается, когда уже 12 месяцев прошло со дня последней менструации. То есть у женщин нет менструации совсем. Но в то же время у нее хорошее самочувствие и контролирует состояние эндометрия и самой матки. Значит, какие же пути введения есть? Если вы хотите, можете начать прием с перорального пути. То есть таблетки. Да, очень просто. Таблеточку пьете и убираются симптомы. Второй путь введения. Парентеральный. То есть не через рот. Какие пути введения есть? Эстрогенов. В виде гелий через кожных. То есть наносить надо будет пакетик геля. Вскрывается, наносится один раз в день. В виде пластырей. Пластырь клеится в течение недели, он действует и через неделю он удаляется. Если нет аллергии на пластырь, на иные компоненты, переносится прекрасно. У него есть большое преимущество в том, что он постоянно поддерживает один и тот же уровень эстрогенов в крови. Если гель или таблетку вы приняли, и у вас уровень гормонов нарастает, потом снижается к концу суточного действия, к концу суток, то здесь ровно поддерживается доза. Это и хорошо. Это рекомендуется, когда в анамнезе есть инсульты, инфаркты, когда другие заболевания, при которых как раз заболевания сердечно-сосудистой системы, когда нужно поддерживать ровный уровень эстрогенов, когда вот эти перепады эстрогенов влияют негативно. В принципе, есть вагинальные формы, местные. Препаратов много, всё зависит от того, какие проблемы есть у женщины, кроме вот этого периода, этих симптомов. Тогда будем выбирать. Вот определились с препаратом. Какие ожидают женщины эффекты положительные от этого? Какую картинку она себе рисует и чего действительно может ожидать? Можно я скажу ещё о противопоказаниях более подробно? Потому что я как-то коснулась только онкологических заболеваний. Да, пожалуйста. Можно сейчас. Я хотела просто чуть попозже, но пускай так. Давайте. Так. Например, когда кровотечение из половых путей неясного генеза. Мы не знаем, что за причина. Может быть, мы предполагаем и всякие страшные заболевания. Поэтому пока мы не определились, назначать не можем. Потом рак молочной железы, эндометрия. Острый гепатит. Тяжёлое состояние. Опухоли печени. Острый тромбоз. Когда в острый период эстрогены могут что-то усугубить. Хотя давно доказано, что натуральные эстрогены в организме женщины, они разжижают кровь. Кстати говоря, натуральные эстрогены, которые содержатся в этих препаратах, они как выделяются? Они, насколько я знаю, производились раньше из хвои. Сейчас не могу сказать, каким образом. То есть не животного происхождения, растительного? Нет, это всё натуральное, но не животного происхождения. Животного происхождения эстрогены используются сейчас только в Америке. И они имеют очень много побочных явлений. И как-то вот наш рынок европейский они не завоевали. Здесь у нас больше превалируют европейские препараты. Либо их копии. Тоже европейские. Потом различные аллергии на препараты, в том числе и гормональные. Кожная порфирия. Потом надо отдельно выделить. Для эстрогенов есть противопоказания. Как рак молочной железы эстроген зависимый. Или рак эндометрии эстроген зависимый. Ну, тяжёлые дисфункции печени. И менингиома для гистогенов, входящих в состав гормонозаместительной терапии. Но мы помним, что если нет матки, гистогены и не нужны. Вот. В принципе. Ну и есть относительные противопоказания. Что значит относительные? Требующие наблюдения. То есть, если гормонозаместительная терапия усугубила, мы должны как-то решить вопрос. И, например, миома матки. Начался рост при использовании гормонозаместительной терапии. И мы уже будем решать. Либо отказаться от гормонозаместительной терапии, либо убрать вот эту миому и жить дальше комфортно. То есть, это решение принимает сама женщина. Например, бывает мигрень. У кого-то мигрень исчезает на гормонозаместительной терапии, у кого-то усугубляется. Пока не попробуешь, не узнаешь. То есть, мы назначаем, наблюдаем, смотрим. Ну и желчнокаменная болезнь. Это всё противопоказания? Это относительные противопоказания. В анамнезе, например, эмболия или венозный тромбоз. Если есть генетическая предрасположенность к тромбозам, то, конечно, мы не используем гормонозаместительную терапию. Просто такую пациентку направляем к гематологу. Гематолог смотрит и пишет нам уже заключение. Ульяна Михайловна Подгорная, врач-гинеколог, эндокринолог. И мы говорим о гормонозамещающей терапии в период, так скажем, менопаузы. До, во время и после. Часто акцентировали внимание на противопоказаниях, которые существуют, и поняли, что есть противопоказания категорические, абсолютные, а есть относительные. И вся картинка должна сложиться при совместной работе пациента и врача. Поэтому просто так, наверное, прийти к гинекологу-эндокринологу и сказать, я хочу быть молодой и красивой, пропишите мне, доктор, таблетку, чтобы завтра я была, как Джулия Робертс. Этого не получится. Все равно над этим нужно работать. И прийти нужно как минимум со своей карточкой. И мы будем надеяться, что женщины у нас ответственны и ведут свои медицинские карты тоже ответственно. А если нет, то все-таки придется собрать энное количество справок и обследований по показаниям. для того, чтобы снять все возможные нюансы. Потому что вы же не будете принимать ни один врач на веру. Или нет, на самом деле, я сейчас вспоминаю стоматологию. Мы, когда заполняем стоматологию анкету, мы сами пишем ответственно, что у меня нет этого, 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 а есть то, 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 то. У вас так же? Нет, конечно, такого нет. Пациентка приходит, мы с ней обговариваем круг обследования. Что-то у нее уже есть. Прекрасно. Что-то у нее есть позапрошлого года. Не подходит. То есть мы смотрим, что имеем на сегодня, в каком состоянии она находится сегодня, хочет ли организм еще менструировать. Это видно по ультразвуковым исследованиям. И, конечно, учитываем возраст пациентки. В 60 лет начинать гормонозаместительную терапию или именно паузальную гормональную терапию, к сожалению, поздно. Поздно. А если пациентка начала раньше, то в 60 лет она продолжается? Конечно, существуют ультрамикродозированные препараты, где доза гормонов уменьшена вдвое для пациенток после 50 лет или пациенток, имеющих противопоказания. Но, по сути дела, когда у женщины приходит такой сложный возраст или возраст, требующий внимания, уровень гормонов в организме снижается просто в десятки раз. А менопаузальная гормональная терапия содержит такие микродозы гормонов, которые просто помогают перейти женщине из одного состояния, когда она жила в изобилии гормональном, в период, когда нужно будет экономить. И менопаузальная гормональная терапия является теми перилами ступенек, потому что климакс переводится как ступень. Теми перилами, когда ей становится легче пережить, и организм плавно адаптируется. Но никогда менопаузальная гормональная терапия не возместит полный дефицит эстрогенов. Никогда. И, кстати, никогда не остановит на 100% остеопороз. Только уменьшается скорость потери костной массы, костной ткани. Да, но остеопороз – это тоже ведь необязательное сопровождение, на самом деле. Стопроцентная старость и страшная присутствует, но не... Ульяна Михайловна, вы сейчас нарисуете нам. Теопорозная терапия начинается с 35 лет. Приблизительно плавное рассасывание костной ткани, кстати, отвечает за костную ткань состоянием мышечной системы, и регулярные физические нагрузки повышают плотность костной ткани. И, кстати, можно бы, наверное, об этом сказать. Ведь даже если всё хорошо у женщины, она обратилась вовремя, и ей назначили препарат, и она может его принимать, нет противопоказаний. Это совершенно не отменяет активного и здорового образа жизни. Это не только не отменяет, это уже требует. Нельзя выпить таблетку и стать Джулией Робертсом. Вот вы выпили таблетку и стали такой же стройной, красивой – нет. Конечно, мы создаём условия, мы немножко подкармливаем организм, повышаем скорость реакции, повышаем скорость мышления, повышаем способность принимать решения, потому что многие пациентки отмечают и плаксивость, и невозможность принять решение. Они раньше принимали решение быстро, а вот сидят, не могут принять. Вот так странно проявляется иногда этот синдром. Синдром такой очень коварный. Приятно, конечно. То есть совместность терапии, всё равно прогулки, спортзал, правильное питание, позитивные эмоции, кроссфорды и вышивание. Ну, у каждого своё. У каждого своё. Индивидуализация. Об этом хотелось бы поговорить поподробнее, потому что вы перечислили большое количество заболеваний, которые являются противопоказаниями абсолютными или относительными. Ну, например, есть такие заболевания, как паранхиальная астма или сахарный диабет. Это тяжёлые состояния. Они являются абсолютными или относительными? И можно ли с ними применять гормонотерапию? Вообще в категорию противопоказаний они у нас не попали, даже относительных. Вот я поэтому и назвала, что вы её напомянули. Одно время я работала с иммунологом. Он когда-то работал в Кирове в спеццентре. И он стал замечать, что у пациенток нормализуется иммунограмма на фоне приёма менопаузальной гормональной терапии. Стал направлять ко мне пациенток. Даже писал им мне в направлении названия препарата, что было очень приятно. На самом деле гормонозаместительная терапия мягко-мягко стимулирует иммунитет, стимулирует процессы заживления. Оживляет организм, я бы сказала. И поэтому для выбора препаратов нам нужен дифференцированный индивидуальный подход. И начинаем мы этот подход с возраста. И, естественно, если женщине, во-первых, с приблизительной ориентацией, в какой фазе вот этого плавного перехода она находится. И нужны ли ей менструации, не нужны. Иногда пациентки приходят, говорят, у меня молодой мужчина, я хочу быть ещё, хотя бы создавать иллюзию фертильности. И мы назначаем эти препараты. Но со временем матка просто перестаёт отвечать на них. Конечно, предупреждаем об ответственности, обследовании, контроле и наблюдении. Поэтому индивидуализация начинается прежде всего с возраста. Далее мы анализируем, какие заболевания у неё есть. И с учётом сопутствующих заболеваний исключаем противопоказания и подбираем препарат. Препаратов много, можно скомбинировать. К сожалению, недавно столкнулись у пациентки с аллергией. С аллергией на гистогенный компонент, на препараты такие, Климонор, Мафимастон. Это была индивидуальная реакция? Индивидуальная. Первый раз столкнулась, чтобы вот так всё это было. Но зато она мне дала руки-ключик, какой препарат она переносила. И мы можем использовать этот гистоген, входящий в контрацептив когда-то. переносился и хорошо мы можем его использовать для создания индивидуальной схемы гормонозаместительной терапии. Всё это вполне реально. Я правильно понимаю, Лена Михайловна, что женщина, которая принимает препараты, использует гормонотерапию, она должна постоянно находиться в контакте с доктором? Первые полгода относиться к себе очень внимательно, потому что наше обследование не даёт стопроцентной гарантии, что в настоящий момент у пациентки нет микро-микро каких-то образований онкологических. Поэтому первые полгода мы очень тщательно наблюдаем. Раньше рекомендовался первый приём через месяц, потом через три. Сейчас, если пациентка переносит всё хорошо, приходит через три месяца. Если жалоб никаких нет, на осмотре ничего не выявлено, мы так её и осматриваем. Через полгода в следующий раз. Вот раз в год обязательно нужно сдавать анализ на онкоцитологию. Это мазочек на онкологические клетки шейки матки. Делает трансвагинальное УЗИ и делает маммографию для своевременного раннего выявления. В общем, всё то, что женщина после 40 должна делать в любом случае. Ну, после 40 она делает маммографию раз в 2 года, например, а здесь раз в год. А здесь раз в год, получается. Дальше. Если нет каких-то особых заболеваний, иногда рекомендуют делать онкоцитологию, ПАП-тест раз в 5 лет. Эти пациентки наблюдаются ежегодно. Мы должны знать, что у неё всё хорошо. Но гормонозаместительная терапия обладает ещё массой позитивных моментов. Не только мы говорим о рисках. Вот, запугиваем, надо обследоваться. Конечно, надо. Конечно, надо быть взрослой, ответственной девушке. Но можно поговорить о том, что частота постменопаузального остеопороза снижается до 34%. Ого! Это очень серьёзный результат. Правда? Я бы сказала, что пациентке очень важно было бы самой собрать анамно семейный. А были ли переломы шейки бедра, переломы позвонков компрессионные? Что такое компрессионный перелом? Под давлением вышестоящих позвонков позвоночник зажимается, и внутри он ломается. Естественно, это практически инвалидизация, это большой труд. Но если есть хороший мышечный каркас, то уже становится лучше. То есть физическая нагрузка нужна в любом возрасте, и над этим надо работать. Кстати, знаю очень много, ну не много, но несколько человек у меня есть знакомых дам, у которых, положим, межпозвоночные грыжи с молодого возраста, и плохо всё с вот этими межпозвоночными дисками. И тем не менее, благодаря спортзалу и активному образу жизни они избегают даже операций. Вот это же всё отношение к себе. Конечно. Также менопаузальная гормональная терапия снижает риск общих переломов до 23%. Это уже статистически доказано. И если у вас, опять-таки, мамы, бабушки, тёти страдали подобными симптомами, лучше хорошо задуматься и, может быть, посмотреть, а нет ли у вас какой-нибудь ранней остеопении, раннего остеопороза, несмотря на регулярность цикла. И, может быть, стоит уже подключать гормонозаместительную терапию. Это всё зависит от того, насколько вы внимательны и ожидаете какие-то семейные заболевания, которым не придавали значения. Также если у пациентки есть риск семейного рака молочной железы, а есть такой ген, ген рака молочной железы семейный. Анализы на этот ген, по-моему, даже в Кирове берут сейчас. Да, делаются в разных лабораториях, отправляются в разные места совершенно, но, в принципе, это доступно по цене, где-то от 2 с чем-то тысяч до 7 они стоят. Ну, чем выше качество исследований, тем дороже цена, конечно. Но если есть этот ген, о гормонозаместительной терапии не может быть и речи. А, Лена Михайловна, это ведь история пока, что гормонозаместительная терапия, это не массовая история, правда? Или я ошибаюсь? Ну, я бы хотел... В поликлинике участковый врач не назначает, так? В поликлинике участковый врач не назначает. Ну, интересно, вот для исследований Европы в этом смысле. Если взять Европу, то гормонозаместительная терапия оплачивается страховыми компаниями. Да вы что? Обследование страховыми компаниями. То есть это все уже в программах лечения, да? Это дешевле, чем назначать таблетки от давления, ну, и от других симптомов и так далее. А почему у нас до сих пор это не входит в протоколы, я так понимаю, да, лечебные? Я думаю, что проблемы связаны, наверное, с финансированием, как у нас всегда в стране. Поэтому я не политик и далека от таких вещей. Но он рассматривается этот вопрос вообще на каких-нибудь форумах медицинских, обсуждается? Я думаю, что маловероятно, потому что пациентка может страдать симптомами климакса или симптомами менопаузы. Но фактически для того, чтобы ей назначить, это препараты около тысячи в месяц стоят. И нужно регулярное обследование. Да. Все зависит от ее возможностей и временных, и иногда женщины откладывают на потом. В какой-то момент уровень рецепции, чувствительности к гормонам уже необратимо снижается. И позднее назначение менопаузальной гормональной терапии куда менее эффективно, чем своевременное. Поэтому надо хорошо подумать. Это требует и ответственности, и наблюдения. А женщина, которая устала, которые замучили все, ей трудно даже найти силы, чтобы прийти к врачу. Даже придя к врачу, увидев этот список обследований, иногда это ее очень сильно пугает. Но на сегодняшний день женщины, многие приходят. Многие приходят, я хочу быть молодой. Что мне делать? Мне вот 42 года. Не пора ли мне принимать препараты? И дальше мы смотрим, есть ли симптомы, есть ли гормональные какие-то показания. Ульяна Михайловна, у нас просто практически не остается уже времени до завершения программы. Я напоминаю, что Ульяна Михайловна Подгорная, врач-гинеколог, эндокринолог, сегодня у нас в программе «Слушайте доктора». А мужчины-то пользуются такой терапией, гормонотерапией? Конечно, пользуются. Это широко применяется сейчас. И для них существуют тоже такие же критерии. И определяется уровень тестостерона. У нас более спокойный город. Вот если взять Москву, там активно за собой. Москва, Казань, большие города. Да, Нижний Новгород. Люди следят за своим здоровьем. Конкуренция очень высокая. Мужчины, которые добились многого в жизни, не хотят, скажем, уступать место в от солнца. Им надо находить в себе силы. Естественно, то же самое. Исключают противопоказания, онкологические процессы используют, определяют уровень тестостерона. Исключают другие причины, снижающие уровень тестостерона, такие как гипотиреоз. У мужчин тоже бывает гиперфролактиномия. И если действительно это подобные симптомы, то назначается гормонозаместительная терапия. Для этого есть препараты инъекционные. Для этого есть препараты в таблетках. Для этого есть препараты в виде гелий. Тестогель, Андрогель. Пожалуйста, это всё используется. Ну, то есть, всё-таки, если сказать, что гормонозаместительная терапия – это и не лексир молодости, он не возвращает молодость, но продлевает всё-таки, правда? Такое молодое состояние. Я думаю, молодость – это состояние и души, и сердца. И гормонозаместительная терапия нам помогает найти в себе силы, чтобы использовать и другие способы, такие как физическая нагрузка, правильный образ жизни и правильный образ мыслей. Спасибо. Ульяна Михайловна Подгорная, врач-гинеколог, эндокринолог, гормонозаместительная терапия сегодня. Всего хорошего. Слушайте доктора. Слушайте доктора.